Вместе с загаром, впечатлениями от отдыха на турецком берегу, россияне домой теперь привозят еще и антеровирусную инфекцию. В алдыри сыпь на лице, ладонях и стопах, а у детей сыпь по всему телу, которая пропадает через три дня. Это лишь один из симптомов заболевания, вызванного именно той самой антеровирусной инфекцией. Как говорят врачи, чаще всего болезнь проявляется на третьи-четвертые сутки, сопровождается высокой температурой и болями в мышцах. Есть форма, когда заболевание начинается как остро-респираторное заболевание, поражение верхних дыхательных путей, то есть фарингита, фаринготрохиита, у маленьких детей ларингита и протекает как ОРС. Интеровирусная инфекция может вызывать сирозный менингит, а при поражении желудочно-кишечного тракта диарея. Тяжелее болезнь переносят дети, поэтому врачи советуют срочно обращаться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением. С начала этого года в республиканской инфекционной больнице лечения прошли 82 человека, 62 из них дети. Количество пациентов начало расти летом, но сколько из них заболели после отдыха в Турции, в больнице затруднились ответить. Чтобы выяснить масштаб бедствия, Роспотребнадзор открыл горячую электронную линию. На почту ведомства турист может отправить письмо, указав в нем, когда заболел, в каком отеле отдыхал и у какого туроператора купил путевку. Но за сутки Роспотребнадзор не получил ни одного письма. Как говорят специалисты, подхватить инфекцию можно не только на берегу Турецком, но и в средней полосе России. Поэтому врачи рекомендуют купаться только в разрешенных местах, тщательно мыть овощи, фрукты, пить только бутилированную воду, а по возвращению с улицы обязательно помыть руки. По данным Ассоциаций туристических агентств Торстана, несколько человек уже отказались от отдыха в Турции. Однако на возврат денег они могут не рассчитывать. Потому как нет официального заявления российских властей о том, что в Турции эпидемия. Есть туры и уже массового характера. Те люди, которые собирались поездить в Турцию, отказываются ориентироваться на другие страны, начиная Болгарию, Грецию, Кипр. И те люди, есть ряд людей, которые уже забронировали на более поздний срок. Это октябрь, они аннулируют эти туры в Турцию и, соответственно, также перебронируются в другую направленность. Рамиль Мефтахов не исключает, что история с турецким вирусом сильно надуманная. И связанная с ним шумиха должна сыграть на пользу турбизнесу Крыма и Юга России. Загруженность российских курортов сейчас всего 70%. Ирина Горбунчика, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.